Всем снова здрасте, мои дорогие друзья, и сегодня мы продолжим наше прохождение за Кастилию. Наши с вами задачи это создание Великой Кастильской Империи. В прошлой серии мы остановились на том, что почти захватили Португалию, но так как у нее слишком много земель, мы не смогли позволить аннексировать их все. В этой серии я решил добиться полной капитуляции Португалии и присоединению их великих земель к нашей единственной верной империи. Начиная я с того, что беру фокус, который будет давать от сухопутных сражений плюс 100 престижа, так как знаю, что побеждать буду часто. Моя армия сейчас одна из сильнейших в Европе, и я не собираюсь уступать никому. После того, как я построил несколько важных зданий для предстоящей войны, с Португалией я узнал для себя не самую, не самую приятную вещь, потому что Португалия была в союзе с Арагоном и Сицилией. А это значит, что у них было помимо их альянса много стран, которые будут мешать мне захватывать эти земли. Но это не помешало мне объявить им войну, несмотря ни на что, так как я знал, что даже если против меня ополчится весь мир, моя армия сможет выстоять. Пусть даже путем каких-то поражений или путем каких-то лишений территории. Ни одна страна мира не смогла бы меня сейчас победить в таком состоянии, в котором я являюсь. Но даже если и могла бы, то только через две войны. После того, как я активно подавлял любые восстания, я решил попробовать объявить войну Португалии. Но так как у меня не было повода, я решил дождаться, когда у меня накопятся шпионы, потому что воевать не хотел с низкой стабильностью. Но после того, как шпионы не шли и не шли, я решил, что воевать надо... Воевать надо будет все-таки быстро. В то время в Ирландии я разделил армию на две основные, которые будут захватывать английских вассалов, что у них прекрасно получается. Начал я войну с низкой стабильностью, потому что решил, что ждать шпионов вообще невыгодно. Вот мы видим, что я уже захватил одного маленького английского вассала. Кстати, Англия... Вернее, они уже давным-давно вышли из-под контроля Англии, поэтому она их не защищала. Немного-немного повоевав, я понимаю, что у Арагона много земель, о которых я не знал даже. Такие как Крит или, например, куски в Италии. Я этому, безусловно, обрадовался, потому что это означает, что я получу земли не только в Арагоне, что я рассчитывал вначале, но также я и выполню задание, на которое я собирался убивать очень много времени. Задание, которое подразумевает под собой захват земли в Италии. После небольшой войны на нашем полуострове я выбил Арагон из его собственных земель, как это странно бы не звучало. Арагон не смог захватить ни одной моей территории. И путем... путем игнорирования повстанцев, так как я на восстание не обращал никакого внимания, и пытался не отвлекаться на них, я начал захватывать Арагон. Захватив все провинции Арагона, я узнал, что у него есть вассал. И с великим удовольствием я захватил его. Но, как мне казалось, это был вассал. Потом оказалось, что это Сицилия. Что еще больше меня обрадовало, потому что, получается, я получу земли в Италии не только от Арагона, но и от Сицилии, у которых очень выгодные острова. Я попытался заключить мир на выгодных мне условиях, но понял, что мне будет выгоднее присоединить к себе Португалию, а затем продолжить воевать с Арагоном, чтобы полностью захватить как можно больше его земель, потому что все-таки полностью захватить я его не смогу. Наверное, на захват Арагона полный у меня уйдет три войны, как это было в моей мультиплеерной партии. Что ж, мы видим, что, в принципе, у меня дела идут неплохо. Но, как же, на самом деле, с моей стороной все не очень хорошо. У меня очень много бесчестия и достаточно мало стабильности, что говорит о том, что воевать мне сейчас нежелательно. После того, как я заключил мир с Португалией, последовал мир и с Арагоном. Как вы видите, я уже с ним не воюю, потому что воевать в таком состоянии, в котором находится моя сторона, это не самое приятное, что можно делать в этой игре, особенно в Европке 3. Что ж, мы ждем, мы копим силы, потому что я не собираюсь оставлять Арагон с такими провинциями, которые у него сейчас. Я собираюсь его захватить, и даже если не полностью, то большую часть Арагона я собираюсь себе сегодня забрать в этом видеоролике. Собрав нужное количество армии и, приготовившись к атаке, я начал думать, как мне объявить войну Арагону, чтобы не понижать стабильность. Понижать стабильность я себе позволить сейчас не мог. Я должен был что-то придумать, что-то такое, что позволило бы объявить войну Арагону, не провоцируя понижение стабильности, что на самом деле почти невозможно, так как шпионы, это, как я уже и говорил, очень редкая штука, и только сегодня я немножечко узнал, можно сказать, немножечко узнал, узнал, что можно шпионов сделать намного быстрее, и что, в принципе, это несложно. Для этого нужно лишь одну галочку сделать в одну сторону. Что ж, я немножечко разочаровался, единственное, о чем я разочаровался, это, что Англия захватила Шотландию. Да, Англия захватила Шотландию, на которую я строил тоже планы, которые я хотел захватывать, но я решил, ну и фиг с ней с этой Шотландией, все-таки не моя, это земля, да и управлять так далеко от своего, от своей страны территориями, мне и колоний в будущем хватит. И, тем более, я планирую сделать очень большие колонии, больше, чем это, возможно, захватить всю Америку, неважно, сколько придется воевать. Что ж, мы тут видим, как у меня делается армия, потому что я понял, что я не смогу хранить в Ирландии и у себя в стране войска, поэтому я решил создать еще одну армию, так как для наступления на Арагон в будущем мне понадобится очень много воинов на материке, я решил сделать отдельный ирландский патруль, можно так сказать, отдельную ирландскую армию, которая будет постоянно находиться в Ирландии и подавлять любые восстания, будь то мятежники или даже атака других стран. В крайнем случае, можно будет туда подвезти войска, с помощью кораблей. Правда, к концу партии это станет практически невозможным. Что ж, я уже собрал достаточное количество войск, почти что, потому что в моих предпочтениях это была бы еще одна еще одна небольшая армия, но я решил, что и этого в принципе хватит, Арагон не такая сильная страна, чтобы ее бояться. Тем более, это это та страна, которая вообще захватывается в самом начале игры, а я просто немножечко растянул все это. Что ж, вот все и готово, и в принципе там можно начинать войну, и вы думаете, почему я тяну, почему не начинается война, где мясо, где кровь, где война? Ответ очень прост, я не могу начать войну, потому что иначе у меня будет очень низкая стабильность. Кстати, мои союзники, мои очень уважаемые союзники, кидают мне все время предложение вступить в войну, и вот вам мой совет, не отказывайтесь, вступайте в войну, а потом заключайте либо белый мир, либо гидайте очень мало золота. Это очень-очень хорошо. Конечно, конечно, если враги не рядом с вами, потому что когда враги далеко от вас, то им будет не до вас, они будут воевать с теми, кто их окружает, они до вас даже не дойдут. А вы и свою честь не потеряете, сохраните таки чеи и воевать не будете. Это вообще просто идеально было для меня в моем положении, потому что воевать с европейскими странами, как я говорил, я не хочу. Максимум, с кем я буду воевать, это с Великобританией, там, не знаю, Францией и там Италией, как-то так, а со всеми остальными я не собираюсь лезть в Европу сильно. И то, с Францией, когда я сказал, что буду воевать, я имел в виду Британь, на которой у меня тоже есть свои планы в будущем. Что ж, я прокачал себе, я уже жду, вернее, я еще не прокачал, но я уже жду, когда можно будет прокачать в нужную сторону ползунок, который дает больше воинов, ой, больше воинов, говорю, больше шпионов, который позволит мне быстрее, как вы уже догадались, наверное, накопать на Арагон всяких нехороших вещей, чтобы напасть на него. Но потом я решаю, что все это уже слишком сильно затянулось и уже даже начал думать о том, чтобы объявить войну Арагону без каких-либо без каких-либо поводов для войны, то есть это даст мне лишь то, что я потеряю стабильность и смогу напасть на страну. В принципе, это неплохой вариант, потому что мне все, что нужно от Арагона, это его земли, мне не нужно с ним будет потом контактировать, поэтому я потеряю стабильность, это будет означать, что у меня будет много восстаний, но опять же, восстания подавляются достаточно легко, стабильность поднимается достаточно быстро, шпионы копятся долго, игра идет, а время в игре это то, чего нельзя вернуть и нельзя накопить. Поэтому я решаю, что время дороже и нужно нападать. Все, что мне осталось, это лишь выведать, кто у Арагона в союзниках и с кем мне, в принципе, придется воевать и с какими территориями. Вот идет мой Блицкрик на Арагон, я уже знаю, с кем я воюю и уже ввиду осады его островов, что очень важно, я начинаю сразу же оккупировать острова, я не оставляю их на потом, так как знаю, что если не захватить их в самом начале войны, с ними потом могут быть большие проблемы. Если вы не захватите острова, то даже если вы захватите все у себя на материке, потом вам придется переводить армию на острова. Лучше все делать параллельно. И даже тут, что я воюю на материке и отвлекаюсь от островов, это тоже не очень хорошо. В это время я мог бы захватить еще один маленький остров. Но я, к сожалению, решил все делать одной армией, так как все остальные были заняты в войне на провинциях Арагона. Как вы видите, Арагон сдался очень быстро. Также я только сейчас понимаю, что эта маленькая земля, это оказывается Сицилия, ее я смогу захватить отдельно, что меня очень обрадовало, так как я выполню целое задание, на что я не рассчитывал так быстро. Вот я и подъехал к Сицилии, я знал, что с ней проблем не будет, поэтому туда я сильно внимания не обращал. Мое внимание было сейчас приковано к Арагону и к тому, как бы побыстрее бы захватить его земли. Вот я уже нападаю на земли Сицилии, почти уже оккупировал полностью Арагон на своей материке, так как у него есть еще провинции в Италии и, как это ни странно, в Греции. Что ж, вот я уже и Сицилию захватываю понемножку, осталось немножечко еще и Сицилия будет моей. Мои войска справляются, хоть им не хватает снабжения, что самое интересное, но им не составляет туда захватывать крепости, причем, я так скажу, не последнего уровня. Вот я напал на провинцию Арагона, которая находится в Италии, и какой же был мой шок, когда я узнал, что за Арагону воюет Папская область, что говорило мне о том, что мои воины не в самом лучшем положении, потому что Папская область, она хоть и слабая, но так как я воюю сейчас с целой страной Арагон, я не мог отвлекаться и на какую-то там Папскую область, поэтому я даже думал заключить с ней Белый мир, а потом подумал, что в принципе будет выгоднее все-таки быстренько захватить Арагон, получить от него все ненужные условия и заключить уже с ним мир. Вот в принципе и закончилась война, я подумал, что трех провинций таких мне вполне хватит, плюс Сицилия полностью моя, это дает мне то, что у меня есть хорошие морские базы, хорошие морские базы для высадок, для копления войск, для перевозки войск, для того, чтобы восстанавливать им снабжение, но потом я немножечко я немножечко расстроился, так как я узнал, что я победил Арагон и я завоевал нужные мне территории, но произошел один маленький казус, на который я вообще не рассчитывал, у меня не осталось флота, весь мой флот погиб в войне с Арагоном, что говорит о том, что все дальнейшие мои планы о захвате Британии, Британии, Англии, захвате любой страны, которая находится от меня дальше или разделяется хоть одной несчастной маленьким проливчиком, становилось невозможным, плюс, как назло, мне выпало задание на создание великого флота, что не самое лучшее, на что я надеялся в этой партии, но и с этим справимся, что ж, я приступил к созданию флота, везде, где только можно, я начал его строить, и думаю, что слот это действительно важная штука, и вы меня поймете, почему я так разочарован, плюс, сейчас я уже не могу ни с кем воевать, материк уже слишком честен, все, кто передо мной, это Арагон и Франция, а за ними Священная Римская Империя, а там, если воевать со Священной Римской Империей, ты будешь воевать обязательно с Австрией, Богемией или Венгрией, по-другому никак, а мне воевать с ними вообще не хочется, мне бы вообще не втягиваться сейчас ни в какие войны, так, я еще вступил в войну моего Альянса, война была против Дании и подконтрольной ей провинции, но это не эта война, сейчас я воюю против Польши, от нее я делался тоже легко, там, отдал ей 25 монет, и она, в принципе, успокоилась, вот сейчас я воюю против Дании, я не смог с ней заключить Белый Мир, я решил пойти на самую обычную уловку, я просто захочу, хотел захватить одну ее провинцию, чтобы заключить с ней Белый Мир, но чтобы не терять престиж, который к концу нашей партии уже достаточно вырос, обратите внимание, в начале игры он шел в минус этой партии, а уже к концу он уже в плюсе, мы стали топ-6 страной, первая страна в моей партии это Мамалюки, они достаточно сильное государство, и что самое печальное, они союзники Марокко, с которым в будущем я 100% буду воевать, то есть, если, например, завоевание Британии, Англии, Франции, Арагона, это то, что, в принципе, сейчас не обязательно, это я сейчас просто делаю наперед, то Марокко, это уже очень, цель, которая уже очень близко, и скоро либо я ее покорю, либо будет невыполнение заданий, минус престиж, и, ну, нельзя, нельзя просто не покорить Марокко, а с другой стороны, будет сложно покорить Марокко, которая защищается Мамалюками, кстати, вот, да, я обнаружил для себя под конец партии, что Сицилия выжила, что ж, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, кто пишет комментарии, там ставит лайки, и вообще, тем, кто посмотрел этот видос, всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok